Это был один из найсторожитных магнатских родов Великого Князства Литовского и один из головных по значности и уплыву на наших землях. Но от Радзивиллы не завжды могли похвалиться такой наближенностью до великих князев и королей, як представники роду Гальшанских. Генеалогичные легенды князев Гальшанских выводили свой род от старожитной литовской династии Китаврасов, что пановала в середине 13-го Астагодия. Вся роднащадка в летописи называли князев Тройденя и Миндолга, а с основальником роду лечили легендарного князя Гольшу. А Гольша перейшов в раку Вяльлю и сирот город знайшов гору Пригожаю и сбудавал город и назвал его имем своим – Гальшаны. И там почав княжить и назвався князем Гальшанским. Так опаведая про заснование места Гальшаны хроника Быховца. Род Гальшанских. Так само походження Балтская. Вот вёска Гальшаны лечится их родовым гнездом. Вельми пригожая местина, до речи. Але их лёс – это свечення того, чьей державой было великое князство литовское. Они походили из Балтов, они имели владание и на территории сучасной Литовы, и на территории сучасной Беларуси, але стали православными и долгий час эту православность свою заховывали. Однако в 16-м стагодзе не вытремли этой прессии асимиляционной, бо они были наближены до великих князёв литовских. Там треба было допасовываться. И род в 16-м стагодзе поделився на католиков и православных. Родовым гербом стала выява гипоцентавром, а першым докладно вядомым представником роду был Иван Гальшанский, один з наближеных великого князя Литовта. У тяжкие часы паразов супроводжал яго в Пруссию. Позднее узначаливал посольство, якое весло в Москвею дачку Литовта Софью, невесту Василя Перша. За верность был щодро адоранны землями. До того ж молодшая дачка Ивана Гальшанская Юлияния станет третьей и опошней женкой самого Витовта. Дачка князя Ивана Гальшанская Юлияния, альбо, яке часом называют историчной окраницей Ульяна, прожила долгая житцё, 70-гадовая, вартая на пыль на пера романиста. У 40-х годов, в 1418-м годе, после своего первого флюбу, стала третьей женкой великого князя Витовта. Правда, недавно бог детей, але мина была великой княгиней 12-х годов. А вось іншой представницей рода Гальшанских, Софии, лёс наканавал стать королевой польской. У лютым 1422 года в Новогрудском костеле отбывся шлюб короля Ягайлы и Софии Гальшанская. У тим самым годе София подаровала Ягайлу сына Владислава и тим самым была протягнутая, а может быть, навыць започаткованная, по сути, династия Ягелона. И хоть по краине ходили плётки, что Ягайла не батька гэтых дзятей, и он официйно признае их своими. Так была заснована королевская династия Ягелона. И надалей род Гальшанских будзе активна удельничать у политычным житти Великого Князства и Польского Королевства. Але не завжды удала. Адразу двое сынов Ивана Гальшанского Семёна Михаил стануть ахвярами боротьбы за владу у господарствия пасля смерти Виталта. А в 1481 годе на Головной площади Вильни будзе покараны смертью Иван Юрович Гальшанский-Дубровицкий, який разом з Михайла Олелькевичем організуе змову супрыць Великого Князя Казимива. Адным з найбольшь ведомых представников роду з'являецца і Павел Гальшанский. Учывся в Кракове, потым у Риме. Пасля вертання на Радзиму став прилатам архидьяканам кастёла Святого Станислава у Вильни. Займався выхаванням будучага Великого Князя Жигимонта Аугуста, будучи верным католиком, активна змагався з реформацией. Ёсь у рода Гальшанских і своя святая Юлияния. Гэтай княжне выпаў трагічны лёс. Памерціва взросця 16 годов. Пахаваная была ў Киева-Печерской лавры, але частка можчав перанесіна народну землю ў царкув Гальшана. Згас рот Гальшанских ў 16-м стагодзі, але згас, пакінувшы яркі следу нашай гісторіі. І навачёння решткі замку ў Гальшанах, з лёгкай рукі Уладзімира Караткевича, названага Чорным, палохаві чуражлівых наведальнікаў тенями привідав. Субтитрувальниця Оля Шор